Генерал Ричард Беронс, который возглавлял Объединенное командование Вооруженных сил Великобритании, дал интервью BBC и разложил, по его мнению, три варианта развития событий в Украине, то есть три варианта, как будет развиваться война и чем она закончится. Первый вариант у него, ну, совсем нереальный, отказ Украины от дальнейшей борьбы. Он пишет, ну, понятно, что бред, и, в принципе, он сам приходит к тому, что это невозможно, Украина так не сделает. Другой путь, второй вариант, это остановка боевых действий сейчас не перемирия, а типа временное прекращение огня на фоне того, что и той, и той стороне тяжело, но он сам признает, что это бы дало, в первую очередь, преимущество России, так как она имела время подготовиться, лучше подготовиться и попытаться совершить нападение еще более сильное дальше. И вот третий путь, он говорит о том, что заключается в том, чтобы перестать требовать от Украины соблюдения четких графиков, четких графиков контрнаступления или контрнаступлений, то есть не требовать от нее достичь быстрого результата на поле боя, угрожая прекратить западную поддержку. То есть он фактически говорит о таком неком легком шантаже. Да, да. Победительную победу на поле боя в следующем году или через год. Олесь, расскажу, как я вижу в идеале всю эту историю. Ну это в идеале. Генерал Залужный говорит американцам и европейцам, что и в каком количестве нужно украинской армии для завершения войны в нашу пользу. Американцы и европейцы не тянут с этим годами, условно говоря, а дают сразу. Все. И мы решаем, как идти. Нам надо людей сохранять. У нас мобилизационный ресурс намного ниже, чем у русских. Надо это понимать. Мы должны брать не числом, а умением. А значит оружием. Технологиями, да. Технологиями, конечно. Технологиями. Они в мире есть. Ты понимаешь, ну что, есть технологии, например, когда ты сидишь в укрепленной землянке, грубо говоря. Ну, в хорошем смысле слова землянке. Внизу, внизу, внизу. И висят дроны. И видят все в радиусе 10, 20, 30 километров. Каждое передвижение, каждое перемещение. И точечно наносятся удары. Вместо того, чтобы идти солдатами в атаку, когда их расстреливают в приту, в упор. Поэтому я же понимаю, и у американцев, и у европейцев есть свои народы. Есть избиратели. Это главное. Избиратели, которым или нравится, или не нравится. И руководители этих стран говорят, ну, ВСУ, вы же покажите что-то, чтобы мы сказали избирателям. Видите, мы дали, и они сделали. Но, ну, тут нужны большие политики. Такие, как великий Рональд Рейган. Как великая Маргарет Тэтчер. Такие люди, которые иногда шли против избирателей. Тэтчер шла против избирателей, когда дело касалось шахтеров. Казалось бы, уступи шахтерам. Уступи. И тебе такие баллы будут все. Нет. Нет, будет так, как я сказала. И добивалась своего. Шла одна против избирателей и добивалась. Но для этого надо быть, как говорил Леонид Брежнев, Маргарет Тэтчер. Госпожа Маргарет Тэтчер. Понимаешь, для этого надо быть Тэтчер. У тебя телефон опять падает, и чувствую, он скоро упадет. Нет, это просто Андрюша Данилка пишет, что тот Акутуня умер. Андрюша, привет большой от нас, от всех. Друзья, вы передаете Андрею Данилко привет? Напишите нам в чате, пожалуйста. И что передать Андрею Данилко? А Олеся сейчас ему будет писать. Ему будет приятно, он очень хороший. Мы его очень любим, мы дружим с ним много-много-много лет. С удовольствием передам ваши передачки для Андрея. Боже, начал думать, сколько лет мы дружим. Знаешь, сколько лет, Олеся? 28. 28 лет? 28 лет. На 10 лет меньше, чем мне. Да даже на 12, я бы сказал. И Андрей Данилко... Боже, какие хорошие фотографии он мне прислал, что-то Акутуня архивное. Ну, покажи нам. Это можно показывать. Ну, покажи, покажи, покажи. Вот видите, друзья, вот так все и происходит. Живое общение. Видите, мы в прямом эфире. Покажи, Алис. Сейчас, сейчас. Просто на весь экран хочу развернуть фотографии. Сейчас оно загружается. Андрей Данилко первым сказал, Раша, гудбай. А люди еще думали, что он имеет в виду. Он понимал, что... Да, Андрюша все знал, молодец. Покажи нам фотографию. Да что такое, слушай, ну, не грузится, ну. Ну, покажи, как есть. Нет, я так не могу, там же видно переписки все. Я должна быть корректной. Нельзя показывать переписку фотографию. Могу показывать это. Полит корректной. Ну, давай, давай, мы ждем. Конечно, конечно. Фотографию ты нашла? Вот, Андрей, многие люди пишут прекрасные пожелания. Он замечательный, друзья. Алиса, скажи, что мы в прямом эфире сейчас говорим о нем и его любим. Мы в прямом эфире сейчас говорим о нем. И пока у меня грузятся фотографии, Дима, ты можешь рассказать нашим зрителям, напомнить еще раз по поводу нашего значка. Друзья, нас смотрят 19 439 зрителей. Мы всех вас любим, очень любим. Каждого из вас, кто нас смотрит. Потому что, знаете, мы говорим вот в эфире. Мы же не придуманные какие-то вещи говорим. Мне, я сейчас точно выражусь, не какие-то, знаете, конъюнктурные, не то, что надо говорить, или кто-то просит говорить, или требует говорить, или платит за то, чтобы говорить. Мы говорим то, что вот в сердце, в душе, то, что рвет душу. И раз вы с нами, раз вы смотрите нас, значит, вы такие же нормальные люди, как мы. Поэтому спасибо вам еще раз за то, что мы вместе с вами. И постараемся вас быть достойными, наших зрителей. Друзья, вы видите QR-код. Вы видите, здесь написано «Донат на дроны для ВСУ». Вы знаете о том, что у нас существует совместная программа с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины по покупке дронов для ВСУ. Дроны DJI Mavic, вы знаете, эти дроны, самое необходимое, что сегодня нужно нашей армии. Мы купили на сегодняшний день 73 дрона уже, 73. Целая большая армия. Хочу купить 100, но, конечно, уже не 100 хочу купить, а больше. Вы это понимаете. Значит, мы покупаем дроны, деньги берем из трех источников. Наши личные деньги, деньги, которые приходят за покупки в интернет-магазине «Гордон Шоп». И деньги, которые мы собираем во время таких прямых эфиров. Я прошу всех, кто хочет абсолютно чисто, прозрачно и красиво помочь нашей армии. А вы видите, это монобанк, это банка так называемая. Здесь все прозрачно. Здесь все понятно каждому. Любой, кто может зайти сюда через свой мобильный телефон, может увидеть движение денег по счету. Я ненавижу фонды, простите меня, наверное, есть честные фонды, но я их не люблю. Я люблю адресную помощь. У нас есть ответственный в Генеральном штабе, который нам говорит. Когда мы говорим, у нас еще есть 10 дронов или 20 дронов, он говорит, хорошо. Так, это бригада 3 дрона, это бригада 4 дрона, это бригада 2 дрона, это бригада дрон и так далее. К нам приезжают. То есть правило простое. Деньги отсюда идут безналом в магазин дронов, оттуда приезжают дроны к нам. И от нас уже представители бригад развозят дроны по своим бригадам. Оставляя у нас все документы, акт приема передачи, благодарственные письма пишут. И все это я публикую у себя в Инстаграме. Поэтому это чистое, честное, как слеза чистое дело. И я всех призываю, кто сколько может, пожертвуйте, пожалуйста, для нашей армии. Ну и я хочу сказать, что в конце октября впервые за все время полномасштабной агрессии я выйду из Украины на пару недель буквально в Соединенные Штаты Америки. У меня там пройдут творческие вечера, как до войны проходили в Украине при полных залах, при аншлагах, в самых крупных залах Украины. Точно так же это будет происходить в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтон, Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия, Сиэтл, Майами, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Восемь крупнейших городов, крупнейшие залы в этих городах. Мы будем собирать деньги на дроны, мы будем общаться, мы будем отвечать на любые вопросы, которые возникнут. И много-много-много чего еще интересного я приготовил. Я для Вас приготовила фотографии, архивные, фоточки. Это очень интересно посмотреть. Смотрите, какой молоденький Андрюша Данилка. И молодой еще тот Акутуни. Сейчас следующее покажу. А вот. Ой, класс какой. И тут мама еще с пластинкой. Ты посмотри, какая ретро-пластинка. Да, подержи, Олесь, подержи эту фотографию. Мама с пластинкой. А смотри, какая мама в каких правильных украинских цветах. Это же просто ха-ха. Сейчас покажу еще кое-что. Тут прям цветник талантов итальянских. Тот Акутуни, Пупа. Это Пупа, да. И Андрюша. Такой наивный еще вообще. Это он тебе сейчас прислал, да? Да, 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 да. Ну, раз такая пьянка, я обращаюсь к нашему модератору. Найдите, пожалуйста, фотографию мы с Тот Акутуни. Тоже покажем нашим зрителям. Ой, боже, как жалко. Как жалко ему. Дима, ну что, идем мы дальше, друзья. Вас, я вижу, что сегодня интересует больше всего тема, что же произошло между Алексеем Арестовичем и Марком Фегиным. Почему они прекратили выпуск своих практически ежедневных эфиров, стримов, которые они стали делать с момента широкомасштабного... Извини, пишут, когда уже профей Гена и Арестовича будет? Начинайте. Ну, мы и начинаем. А Андрюша пишет, всем бедмены, вы лыкий привит, передавай. Я просто Андрею написала, какие комментарии вы для него приготовили, что вы ему желали. И он взаимно передает всем большой привет. Так вот, что же произошло между Алексеем и Марком? Что это за ссора? Почему? Или они разошлись... Это же вся история обросла уже, как ты понимаешь, кучей слухов. Родилось огромное количество сплетен. То ли это был какой-то скандал, то ли... Извиняюсь, как пел Владимир Семенович когда-то в Исоцке. И словно мухи тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по углам. Ты можешь меня не перебивать, скажи, пожалуйста? Не могу, не могу. Тогда сам задавай себе вопросы и отвечай на них, а я по себе разговариваюсь. Ты просто такие хорошие вопросы задаешь, что они рождают у меня мысли и ассоциации. Я не могу от них избавиться, потому что памяти запомнить их до окончания твоего вопроса у меня нет. Это ты мне сейчас так намекнул, что у меня слишком длинные вопросы, да? Нет, это я тебе намекнул, что я уже не все помню. На это можешь не намекать. С этим у тебя номер не пройдет. Так что же между ними случилось, скажи? Это был полюбовный развод, это или между ними встал кто-то, или же, ну в общем, что случилось? И чем это все теперь закончится? Первое. Я хочу сказать спасибо Алексею Арестовичу и Марку Фегину. Марку Фегину и Алексею Арестовичу за их прекрасные в течение полутора лет эфиры, которые первые полгода или год вообще были каждый день. Значит, я как человек, который любит справедливость и который любит быть честным, и хочу сказать, что это самый уникальный продукт российско-украинского ютуба за последние полтора года. Потому что так, как смотрели Алексея Арестовича и Марка Фегина вдвоем, не смотрели даже меня. Я сейчас не страшно сказать. Одновременно... Я сейчас скажу. Одновременно рекорд их эфиров был, внимание, 600 тысяч зрителей одновременно. Поэтому это два гиганта, два гиганта нашего дела. Спасибо им за то, что они успокаивали людей в самое тяжелое время. Спасибо им за то, что они синергией своей наполняли души украинцев, когда было нам очень тяжело. Мы помним времена, когда нам было очень тяжело. И эти два человека, они сыграли огромную, я считаю, роль. Не только психологически, но еще и профессионально. Ну, но все когда-нибудь кончается. Ну что ж, что-то произошло у них, наверное, с грустью говорю я, потому что, ну, жалко, жалко. Я с большим уважением отношусь и к Алексею, и к Марку, и... Ну, ну, ну так... Мы их пригласим к нам в эфиры и зададим этот вопрос. И они честно ответят. Что произошло? Ну, Олесь, ну ты больше меня знаешь, потому что ты же общалась с Алексеем сейчас, да, и с Марком общалась, наверное. Ну, поэтому я тебе сказала, что мы в эфире зададим этот вопрос. И они в эфире нам ответят. Ответят то, что они посчитают нужным, публично озвучить. В общем, дорогие друзья, что между ними произошло, знает Олеся Бацман. Но она ушла в несознанку, потому что она с ними общалась, она ушла в несознанку, не хочет нам об этом говорить. Не, я тоже знаю, конечно, но я не первоисточник. Первоисточник вот. Нет, первоисточник там. Это Алексей Арисович и Марк Фегин. Ага. Так, ты показала там, я думаю, кто там? Комнату показать. Ну вот, 20 537 зрителей нас смотрит. Вы можете передать привет Алексею Арисовичу, Марку Фегину. Олеся сейчас им отпишет, и им будет приятно тоже. Ну, конечно, не только же Андрею Данилко, чтобы было приятно. Ему, кстати, уже очень приятно. Да, и мы подсластили Андрюше тоже пилюлю, когда, ну, очень тяжело расставаться с кумирами юности, молодости. Тем более с теми, на кого как профессионал, как автор, как исполнитель тоже в какой-то мере равнялся. Я сейчас говорю об Андрее Данилко. Олеся, конечно, о, вот фотографию нам показывают, Олеся, смотри. Это мы с тобой, Тота Кутуни. Вот, спасибо, что нашли эту фотографию. Класс, поддержите её, класс. Класс. Это я тебя с ним знакомлю, по-моему, да, этот момент? Ну, конечно. Да, 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 да. Да, боже. Да. Это какой год, Дима? Да не знаю, лет 10 назад, что ли. Ну да, наверное, где-то так. Есть у нашего модератора… 2015 год. Да? Ага, 8 лет назад. Есть у нашего модератора ещё какие-то фотографии с Тота Кутуни? Если есть, покажите, нам будет приятно. Под рукой и нету. Под рукой? В этой серии там, да, были фотографии, где вы обнимаетесь, там, ну, классные такие, я помню. Да, да, да. Это есть. Хорошо, Дима. Класс. Вот мы… Жалко его очень, жалко. Это эпоха, Олесь, это эпоха. Ты знаешь, начало 80-х, начало-середина 80-х – это потрясающее, вообще, потрясающее доминирование итальянской эстрады в Советском Союзе. Рикардо Фоли, Тота Кутунио, Андриано Челентано, Рикки Повери, Пупо, Джани Маранди, боже, никого ли я не забыл из таких столпов, а, Альбана и Рамина Пауэр. Ну, слушайте, это же, эти песни, это время, это символ был времени, и, конечно, Тота Кутунио, красавец такой, с таким тембом, с хрипотцой. Ну, у них у всех тембры, конечно, дай боже. Но Тота Кутунио такой очень тембр, особо запоминающийся. Знаете, жалко, конечно, жалко, жалко. Но он болел, у него онкология была, Олесь, ты знаешь. Да, у него была онкология. Дима, у нас сегодня программа накануне Дня Независимости, в четверг День Независимости Украины. И вот скажи, пожалуйста, вот ты для себя сегодня, как определяешь, что такое национальная украинская идея? Ты знаешь, я исхожу из простых вещей. Счастье каждого украинца, должно быть украинской национальной идеей. Счастье каждого украинца. А что такое счастье? Мирное небо, видишь, впереди я говорю, начиная с мирного неба. Мирное победное небо. Мирное победное небо. Любовь, профессия, достаток, здоровье, образование. Вот, пожалуй, и всё. Вот это национальная идея. Украинская национальная идея. Счастье каждого украинца. Хорошо, по-моему, сформулировал. Ты меня врасплох застала. Но, по-моему, нормально. Ну, от души. Мы желаем счастья каждому украинцу. Каждый день. А это счастье наступит. А это счастье наступит. И сможет наступить, наступать только тогда, когда мы победим. Поэтому, как можно скорее, мы хотим всей душой и всем сердцем, чтобы наступила украинская победа. Друзья, спасибо вам большое за то, что сегодня были с нами. Мы встретимся с вами в следующий вторник, как всегда, в 18.00. Мы хотим, чтобы было больше хороших новостей, которые мы будем с вами обсуждать, чем плохих. Мы каждый эфир желаем этого. Не забывайте включить наш стрим. И слава Украине! И героям слава, Алиса Леонидовна! И у нас впереди яркая неделя, потому что Кирилл Буданов пообещал яркие события. Мы верим Кириллу Буданову и ждем. Крым, держитесь там. Денег нет, будущего нет, но вы все равно держитесь. Ждите скоро.